А сейчас мы возвращаемся в передачу Алексея Орлова «Моя Америка», номер телефона в студии 847-400-5200. Пожалуйста, звоните с вашими вопросами и комментариями. Ну, а мы начинаем с того, что отвечаем на первый телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, во время слушания в Сенате генеральный прокурор Барр отметил, что вмешательство России в предвыборную кампанию 2016 года имело место быть. Так вот выяснилось, что Трамп тут ни при чем. А почему тогда Мюллер не расследовал то, что имело место быть? Это мой первый вопрос. И второй, вот, скоро, вернее, уже вышел предвыборная кампания против Трампа внутри республиканской партии, бывший губернатор штата Массачусетска. Какие шансы ему помочь демократам, у него будет, вот этого губернатора, помочь демократам победить Трампа? Спасибо. Окей, я сразу отвечаю на первый вопрос. Вы знаете, в докладе Мюллера отмечается, что Россия вмешивалась в выборы. Сейчас, в частности, мы с вами прекрасно знаем, что прокуроры Мюллера, это специально прокуроры Мюллера, предъявлены обвинения какой-то российской компании, я не помню ее имя. Но есть конкретные фамилии, которые через соцсети вмешивались в избирательную кампанию. Так что это, в общем-то, имело место, и это отмечается в докладе Мюллера. Но к этому вмешательству Трамп не имел, и не только Трамп, ни один из его помощников, более того, в докладе отмечается, что ни один американец не имел никакого отношения к вмешательству, которое предпринимала Россия в избирательную кампанию 2016 года. Что касается второго вопроса, да, действительно, бывший губернатор Массачусетса вступил, уже объявил, что будет соперником Трампа. И если верить в средства массовой информации, то готовится стать соперником Трампа и губернатор Мэриленда, тоже республиканец. Они не окажут никакого влияния на, естественно, победу Трампа в гонке республиканцев. И вряд ли окажут какое-либо существенное влияние на последующие, на всеобщие выборы. На всеобщие выборы может оказать влияние некто, кто, скажем, бывший губернатора Гая Кессик. Если он выставит свою кандидатуру как независимый, он может отобрать определенное количество голосов у Трампа. Но речь идет уже о всеобщей избирательной кампании. Что же касается на первом этапе, это Кокусы и Праймерис, ну ни один соперник Трампа не имеет ровным счетом никаких шансов даже победить в тех штатах, которые они представляют. Победить, я имею в виду, опять-таки, в Праймерис и Кокусах. Спасибо большое за вопрос. Если позволите, я даже могу добавить, что буквально пару дней назад выступила председатель Национального республиканского комитета и сказала такую вещь. Каждый американец имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост президента и проиграть. Это была ее реакция на объявление Билла Уилда. Это бывший говернер Массачусетса. Ну и сейчас Лерри, как его фамилия, Хойер, по-моему, который тоже там вроде думает и мыслит. Но это, мы сами понимаем, что это абсолютная глупость, так как у Трампа 93% внутри республиканской партии. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, Алексей, большое спасибо за передачу в Штатах и спасибо большое за советский спорт, за освещение баскетбола. И теперь у меня такой вопрос. О-о-о, вы помните. Еще как. Окей. И теперь такой вопрос. Вот доказали, что был шпионаж, все доказали, а наказание может быть какое-то? Вы знаете, это вопрос очень хороший. Вопрос очень хороший. Значит, для того, чтобы было наказание, должно быть предъявлено обвинение, правильно? На мой взгляд, я предполагаю, что после того, как Горовиц опубликует свой доклад, свое расследование деятельности ФБР в 2016 году, в 2017, у генерального прокурора, ну, мы его называем министром юстиции Бара, появится основание назначить специального прокурора, можно даже назначить двух специальных прокуроров, это мое предположение, но один специальный прокурор должен заняться расследованием того, как и почему, на основании чего был начат шпионаж за избирательной компанией Трампа. Мы с вами знаем, это общеизвестно, что в основу расследования, с чего началось расследование, так называемое досье, русское досье, подготовленное бывшим британским разведчиком, шпионом, стилом. Что это за досье? Теперь, здесь появились признаки того, что генеральный прокурор Горшевец в своем расследовании нанесет удар по этому досье. Какие признаки? Их два. В минувшее воскресенье давал интервью, по-моему, это было на телеканале Fox News, Боб Вудвард, ну, мы все это знаем, это многолетнейший сотрудник газеты Washington Post, он был одним из журналистов, которые раскрутили ультергейский скандал. Значит, выступая на телевидении, Вудвард назвал русское досье, вот это, досье, a bunch of garbage, то есть мусором, сбором мусора. Это первый признак. Второй признак, в понедельник, позавчера. Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала статью «Мюрлер Айпорт Лайкли Ториневью Скруники Офстил Досье». То есть газета дает понять, что начнется расследование того, что это за досье и почему на основании его началась слежка спианаз за избирательной кампанией Трампа. Почему появились, в чем связано заявление Вудварда, который никогда ранее не говорил о том, что это досье сбор мусора. А Нью-Йорк Таймс, она вообще-то никогда даже не упоминала, что нужно сомневаться вообще в фактах, которые приводятся в этом русском досье. И вдруг, и не вдруг. Рас Лимбо, он очень точно подметил. Видимо, он считает, что и Боб Вудвард, и корреспонденты какие-то газеты Нью-Йорк Таймс уже знают, что когда будет обнародовано расследование генерального инспектора ФБР Горовица, то там в этом расследовании будет нанесен удар по русскому досье, по вот этому знаменитому русскому досье. И зная это, они уже показывают себя, что, дескать, и мы еще до того, как это Горовиц опубликовал, мы уже загадывались, мы уже знали, что это Гарбис. Окей, значит, если предположение Раша Лимбо справедливо, и действительно Горовиц скажет нам всем, что из себя представляет русское досье, то тогда мы можем, ну, сегодня с такой уверенностью, скажем, 55% утверждать, что министр юстиции БАР назначит специального прокурора хотя бы для расследования всего, что связано с русским досье. Второй специальный прокурор, это уже мое мнение, но не только мое, естественно, должен быть назначен для того, чтобы поднять всю грязь, связанную с Хиллари Клинтон, с тем, как она использовала свой домашний телефон для государственных дел, и с массой всего, в том числе и со встречей президента, бывшего президента Обабы, с министром юстиции Лоретто Линч в аэропорту, случайной встречи, в общем, есть что расследовать. Мы будем следить с вами за развитием событий, я предполагаю, у нас ждет масса интересных вещей. Я тоже так думаю, я, кстати, хотел еще подметить одну вещь, вот вы абсолютно правильно сказали о том, что в репорте Мауэра есть такое предложение о том, что ни сам Трамп, ни его команда и ни один из американцев не были замешаны в Russian Collusion в выборах 2016 года. Но, Алексей, подмейте такую интересную вещь, как Малер забрасывает удочку в то, что никто из американцев, а ведь мы знаем, что во время выборов 2016 года досье-то было создано при заказе Демократической партии госпожи Клинтон и предоставлено с помощью российских спецслужб. То есть, это уже накладывает вот эту тень на заключение Мауэра, что никто не был завязан. Вот тут очень такой интересный нюанс, почему-то об этом никто не упоминает. Но, если внимательно читать доклад Мауэра и если внимательно слушать то, о чем говорят сегодня в новостях, то уже можно сказать, что доклад Мауэра не совсем точен. И это могут использовать республиканцы в своих интересах. Я не знаю, будут ли, но тем не менее. — Толя, доклад Мауэра составляли 18 демократов, половина которых жертвовала деньги в избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Невозможно от авторов такого доклада ожидать что-либо, скажем так, что полностью обеляет, скажем, Трампа. Вот глядите, доклад состоит из двух частей. Значит, первая часть — это колюжин, которого не существовало. Затем вторая часть — это полностью сбор всякой грязи. На основании сбора этой грязи демократы и затевают расследование в палате представителей. То есть 18 демократов, готовивших этот отчет, они дали своим одноклубникам, одноклубникам, а своим однопартидцам возможность начать снова копать, 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 копать до бесконечности избирательную команду Трампа и его помощников. — Конечно, они оставили дверь открытой, абсолютно. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. — Добрый день. — Добрый. — Скажите, пожалуйста, как ваше мнение, удастся ли Белому дому отбить вот эти вызовы в Конгресс на допросы, на очередную серию допросов людей из ближнего окружения Трампа? Спасибо большое. — Окей, замечательный вопрос. Ну, согласно Конституции, ну мы знаем, есть исполнительная власть, есть законодательная, есть судебная, Верховный суд. Значит, у исполнительной власти есть особые привилегии, это согласно Конституции. Причем, когда речь идет об исполнительной власти, имеется в виду не только президент Соединенных Штатов, но все, кто работает с федеральным правительством, с исполнительной властью. То есть, будем называть так, все люди связаны так или иначе с Белым домом. Значит, уже начинается тяжба. Белый дом говорит, что эти люди не будут давать показания, потому что есть привилегии исполнительной власти. Согласно Конституции, естественно, что демократы в палате представителей с этим не согласны. И уже начинаются судебные разборки. Я, вы знаете, мне трудно предполагать, чем эти судебные разборки завершатся. Трудно предполагать. Но вполне возможно, что речь о том, если у исполнительной власти в данном случае не отвечать на вызовы законодательной власти в палату представителей, вполне возможно, что этот вопрос дойдет до Верховного Суда. Причем, мы знаем, Верховный Суд обычно долго-долго-долго все рассматривает. Этот вопрос Верховный Суд вряд ли будет рассматривать долго. То есть, надо откладывать на долгое время, потому что это вопросы, скажем так, сегодняшнего дня, потому что уже некоторые сотрудники Трампа и бывшие, кстати, вызванные на ковер в палату представителей, отказались туда приходить. Так что у меня нет, повторяю еще раз, конкретного ответа на этот вопрос. Будем сдать решение судебного решения. Спасибо большое. Спасибо вам, Алексей. Если мой комментарий немножко чем-то поможет. Сегодня выступал Руди Джулиани. Мы знаем, что это адвокат Дональда Трампа, который очень, я считаю, четко и правильно сказал о том, как будет разыгрываться дальнейшая партия. То есть, я имею в виду шахматная. То есть, демократы во всех своих комитетах будут выставлять повестки для дачи показаний перед комитетами. На эти повестки будут ответы в виде отказа появиться перед комитетами. Комитеты должны тогда будут выйти в суд и доказать, на каком основании ведется расследование. И вот тут у всех из этих комитетов, у всех будет огромная проблема доказать суду, что есть основания ввести расследование. А если таких оснований нет, то и расследование не может быть проведено. Соля, у меня есть поправка. Это сказал адвокат Трампа Руди Джулиани. Но есть адвокаты, которые считают демократы нечто противоположное. Именно поэтому мы с вами сегодня не можем дать однозначный ответ. Нельзя ориентироваться и на позицию Руди Джулиани, и на противоположную позицию кого-либо другого. Нужно ждать, как будут развиваться события. Ну, я возьму все-таки на себя ответственность согласиться с мнением Джулиани по одной простой причине. Так как это не просто адвокат, а так как он является одним из U.S. state attorneys, то есть государственным... В прошлом. Ну, неважно. Прошлых адвокатов не бывает. Они хорошо знают законы. И пока что, Алексей, поверьте, то есть проследите, пока что все, что говорил Джулиани, оказалось абсолютной правдой. Ни Джадж Наполетано, даже адвокат Эллен Гершевиц не имели настолько правильных описаний, как те, которые предлагал Джулиани. Я бы мог привести несколько примеров того, как Джулиани ошибался. Пожалуйста. Давайте сказать, вы верите Джулиани. У меня нет стопроцентной веры в этой ситуации никого. Я люблю выслушивать два мнения. Адвокаты, юристы противоположной стороны не менее квалифицированы, чем Рудольф Джулиани. Алексей, 16... Я бы хотел, чтобы было все так, как сказал Джулиани. 16 следователей команды Баба Малера пытались затащить Дональда Трампа и его семью на дачу показаний. И только присутствие Джулиани из Джея Секвера... Ни в коем случае, не только присутствие Джулиани. Я приведу элементарный пример. Пожалуйста. Во-первых, президент Соединенных Штатов имеет право не являться наслушанник на допрос к специальному прокурору. Президент Клинтон, которому обслуживали, я считаю, адвокаты и юристы не меньшей квалификации, чем Рудольф Джулиани, они считали, что президент Клинтон может давать показания большому жюри, специальному прокурору. И на этом президент Клинтон погорел. Значит, зная то, что было 20 лет назад, ни один нормальный адвокат Трампа не посоветовал бы ему являться на дачу показаний. Поэтому ничего нового Джулиани не изобрет. Ну, я вам скажу, с вами не согласились где-то примерно человек шесть адвокатов, представителей демократической партии, которые считали, что президент обязан будет выступить перед Малером. Они не знают только конституцию. Президент не обязан. Вот, видите. Глава исполнительной власти не обязан. Вот, поэтому те, которые не знают конституцию, вот они дают показания со стороны демократов. Те, которые знают конституцию, прошу прощения, те дают показания со стороны Трампа. И поэтому пока что сегодня... Оля, опять-таки, опять-таки, вы ошибаетесь. Ну, конечно. Те, кто не знают, как вы говорите, конституцию, прекрасно ее знают. Но они знают, что 90% средств массовой информации, это антитрамповские средства массовой информации. И они знают, что они будут поддержаны 90% антитрамповской информации. Они знают, что конституция у них уже родит жуляни, но они надеются на массовый психоз. Алексей, сегодня, на сегодняшний день у нас есть определенные показатели и определенные решения. И пока что все эти решения показывают, что правы оказались адвокаты Трампа. И пока что все, что работает, пока что работает на пользу президента, слава Богу. Поэтому я ставлю за собой право поверить в жуляни. И все-таки думаю, что, ну, наверное, не будет он давать такие показания, не зная того, что может грозить Трампу. Ну, время покажет. Посмотрим, что к чему и зачем. Так что, вполне возможно, что вы окажетесь правы. Вполне возможно, что я окажусь прав. А там будем, как говорится, посмотреть. Алексей, пожалуйста, как обычно, ваше заключающее слово. Прошу вас. Окей, заключающее слово очень простое. Я расскажу о теме следующей передачи. Я намерен вернуться к тому, как политкорректные демократы изменяют, рушат историю Соединенных Штатов. И я в данной ситуации оттолкнусь от события, которое произошло буквально на днях. Многие из вас, наверное, об этом знают. О существовании певицы Кейт Смит. Эта певица всемирно известная, всеамериканско известная. Ей был установлен памятник напротив дворца спорта, в котором играет хоккейная команда Philadelphia Flyers. Установлен этот памятник был потому, что она исполняла песню God Bless America для этой команды перед матчами. И команда побеждала. Так вот, этот памятник снесен, убран. И отныне даже записи ее песен, она умерла в 1986 году, не будут исполняться ни на матчах Philadelphia Flyers, ни на матчах бейсбольной команды New York Yankees. Потому что, оказывается, Кейт Смит в начале 30-х годов пела какие-то песни, которые признаны расистками. Я об этом буду рассказывать, но не только, естественно, о Кейт Смит. Это будет ровно через неделю. Спасибо огромное, Алексей. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok